Таспех, смывающий грех хулы В первую очередь мне, а также всем мусульманам, следует обратить особое внимание на те ненужные разговоры, которые мы ведём с отвлечёнными от Всевышнего Аллаха сердцами, к примеру, где-нибудь на собраниях, гадыканах, улицах. Мы уходим оттуда с полными мешками вновь совершённых грехов. Кто, покидая такое собрание, прочтёт следующий таспех, «У того грехи, полученные там, иншаллах, смоются». Вот этот таспех. «Астагфируллах, субханакаллахумма вабихамдика, ащадуалла илляха илля анта, астагфирукаваатубу иляйка». Его лучше произнести три раза. Следующий аят. Смысл. Когда они слышат непристойности, упрёки в свой адрес, они отворачиваются. Дело в том, что отношение к людям Писания, принявшим Ислам, было неприязненным. Им говорили непристойности, упрекали в том, что они приняли Ислам, оставив религию предков. Те же не отвечали плохими словами и, проявляя терпение ради Всевышнего Аллаха, говорили, «Наше деяние нам, ваше деяние вам. Прощайте. Мы не желаем вашей дружбы и не хотим иметь с вами никаких дел». Данный аят призывает мусульман не дружить с невежественными людьми, с которыми нет духовной связи и которых не волнует ничего, что касается Ислама, и поясняет, что это лучше для них. Навс человека очень легко склоняется к плохому, а состояние отвлечённых людей быстро передаётся другим. Поэтому, сближаясь с ними, не избежать отвлечённости от Всевышнего Аллаха, погружения сердца во мрак и погашения его нура. Если общение с такими невеждами, отвлечёнными от Аллаха, не понимающими свою религию и не беспокоящимися о ней, затянется, есть опасность, братья-мусульмане, остаться связанными с ними, особенно это касается мюридов. «Я встречал многих, которые так и остались. Будьте осторожны, братья-мусульмане, да поможет нам Всевышний Аллах». Хотя решение данного аята и отменено аятом Ас-Сайф, он побуждает нас воспитывать в себе похвальные благие качества.